GlideApps.com это сайт и сервис, который позволяет делать нам мобильные приложения из таблички Google. И сегодня мы сделаем одну для ведения финансов, которая будет вестись по менеджерам индивидуально. И также каждый менеджер сможет не только внести через мобильное приложение свои расходы и доходы, но также увидеть и результат. Ранее мы делали то же самое силами таблички, либо силами других ресурсов в студии данных Google. А теперь попробуем сделать полноценное приложение. Я сейчас нахожусь на сайте GlideApps.com. Обратите внимание, что сервис не бесплатный. И на вкладке цены, pricing, указаны какие-то базовые цены, и они могут меняться. Но есть также и бесплатная версия, которая позволяет сделать вам приложение на 500 строк максимум. 500 строк данных внутри приложения. И этого вполне достаточно, чтобы сделать некую демонстрацию продукта и предложить ее, и решить для себя, нужно вам дальше ее использовать в жизни или нет. И кроме того, хочу сказать, что это именно приложение Glide является моим любимым, и не только очень большое сообщество есть. И они постоянно развиваются, каждую неделю у них какие-то обновления. Интерфейс и дизайн у них сделаны на очень высоком уровне. Итак, первое, что нам нужно сделать, это подготовить нашу таблицу Google. Вот так выглядела таблица Google, в которой был отчет в виде таблички. Вот здесь была вкладка с менеджерами, где мы указывали перечень менеджеров и имейлов. Также была основная вкладка операции. Перепрыгну пока через категории, на которой велись операции финансовые расходы или доходы. А также была вкладка категории. И у нас были вот такие категории расходов, которые помогали правильно внести эти категории на лист операции. И также у нас была вкладка отчет, где индивидуально каждый менеджер мог увидеть свой вариант отчета. Выбирая менеджера в клетке B1, можно было посмотреть отчет индивидуальный по каждому менеджеру. Вот такой у нас был базовый пример. И мы попробуем сейчас переделать этот шаблон так, чтобы он работал на GlideApps. Для этого я создал копию этого файла, которую он назвал «Финансовые отчеты Glide». И в этой копии мы будем кое-что менять. В первую очередь нам не нужен лист отчет и инструкции в нашей копии. Мы их удалим. Следующий шаг. Необходимо удалить все пустые колонки и строки, так чтобы активными были только заголовки. Давайте также это проделаем. Следующее. Нам необходимо определиться с самими данными. В частности, как они будут идти внутри приложения Glide. Например, здесь мы выбираем категорию. И категорий довольно много. Для того, чтобы облегчить ввод внутри мобильного приложения, мы разобьем вкладку категории, которая у нас сейчас одна, на две. У нас будет одна вкладка категории, а другая еще будет вкладка с типами категорий. Для того, чтобы с мобильного приложения вначале можно было выбрать тип. Итак, у нас появилась вкладка с типами категорий. Еще я обратил внимание, что на этих вкладках у меня были подстроки пустые. Они нам тоже не нужны. То есть, данные должны идти сплошняком. Давайте их тоже удалим, чтобы не было пустых строк без данных. И теперь наши данные годятся для того, чтобы начать делать мобильное приложение. Итак, возвращаемся на вкладку с сайтом glideapps.com. И вам нужно будет нажать вначале на кнопку sign up, для того, чтобы зарегистрироваться на этом сайте. Но я уже там есть, поэтому я нажимаю на кнопку login. И эта кнопка автоматически перенаправила меня на сайт glideapps с моими приложениями. И я создам здесь новое. Нужно дать ему название. И далее выбираем то, что требуется от программы, для того, чтобы создать наше приложение. Итак, наше приложение было создано. И мы попали в интерфейс для построения этого мобильного приложения. Интерфейс будет довольно интуитивный. Но давайте коротко посмотрим, что тут есть. Слева вкладка с данными. Посередине активная сейчас вкладка с самим приложением. И справа вкладка с настройками. Само приложение по умолчанию насоздавало мне несколько вкладок. Мне же нужна пока только вкладка менеджеры. Поэтому остальные вкладки я просто удалю и сделаю основную вкладку менеджеры. Здесь справа можно выбрать, какой будет стиль данной вкладки. Так как эту вкладку я хочу сделать в свободном режиме, то я выбираю стиль детали. И теперь я хочу, чтобы каждый менеджер видел только свою какую-то часть информации. Для этого вернемся в наш файлик и посмотрим на вкладку менеджеры. У меня пока у всех менеджеров одинаковый email. Но попробуем задать им разные имейлы для того, чтобы иметь возможность тестировать под разными людьми данное приложение. Вот у меня получилось как будто 7 разных имейлов. Здесь внутри приложения мне необходимо сделать настройки так, чтобы этот лист менеджеры был листом юзеров, то есть пользователей данной программы. Для этого я перейду на вкладку меню и укажу, что в программу Glide можно заходить с имейлом. Вот здесь на вкладке Privacy установлю флажок Public with email. И еще укажу разрешить заходить с аккаунтом Google, что может быть удобно при стартовом экране, когда люди будут регистрироваться внутри программы. Теперь я возвращаюсь на вкладку приложения. Видите, появился вот такой значок бутерброда, и мы можем на него нажать. И у нас появляется иконка пользователя. Заходим на нее. И справа выбираем, какой это должен быть лист. Имя – это имя менеджера. И email – это email менеджера. Также мы можем выбрать колонку для изображения. Ну, давайте попробуем. Для этого мы сделаем вот что. Вернемся в наши финансовые отчеты. И на вкладке менеджеры сделаем фото. Давайте вернемся в приложение и обновим его. Вот здесь вот рядом с иконкой данных есть кнопочка «Обновить». Приложение обновилось, и наша колонка фото появилась внутри списка, потому что мы выбрали изначально лист менеджеры. Теперь можно даже для Василия выбрать какое-то фотоизображение. Ну, например, вот такое. Теперь на вкладке менеджеры давайте сделаем так, чтобы каждый менеджер видел только свою информацию. Теперь мы можем фильтровать наши данные. Выбираем меню «Опции» и фильтруем, где электропочта является из панели «Юзер», которая появилась, когда мы добавили, когда мы привязали GlideApps к пользователям. Электропочта юзера. Сейчас я как Диана, могу зайти как Василий. То есть, видите, когда меняется, то, соответственно, и меняется внешний вид. Далее я хочу добавить сюда на этот экран элемент, чтобы пользователь, в данном случае менеджер, мог внести расходы. И я выберу для этого, нажав на элемент «Плюс», я вижу множество разных элементов, которые можно добавить на экран. И я выберу «InlineList». Это список, источником которого может быть другой какой-то лист. В данном случае не лист с менеджерами. Выбираем этот «InlineList». И выбираем здесь справа «Значение из тип категории». И, как видите, появилось три типа категории. И дальше, проваливаясь внутрь, мы можем что-либо новое увидеть в зависимости от наших настроек. И по умолчанию вот здесь стоит действие «Посмотреть детали». Нам это и нужно. Нам нужно, чтобы менеджер, зайдя в тип категории, например, затраты, стоимость проданных товаров или доход, смог увидеть дальше статьи расхода более подробно. Давайте так и сделаем. Пройдем внутрь и увидим, что тут вот появилась тип категории. Это просто элемент, который мы можем удалить, потому что подпись экрана и так есть. И можем добавить новый элемент, еще один «InlineList». На этот раз это будет список самих категорий расходов. Видим, что выпадают все категории расходов, а нам нужно, чтобы показывалось только тот список, который соответствует в данном случае затратам. Давайте зайдем в опции и добавляем фильтр, что тип категории должен равняться значению с экрана «Screen». Тип категории. Есть. Еще раз выбираем. И хочу еще в опциях показать поиск, чтобы можно было искать по названию, а также сокращу список, чтобы он был покомпактнее. Покомпактнее. Вот так вот. Давайте, это мы сейчас в затратах. Давайте перейдем в стоимость проданных товаров. Отлично. И в доход. Отлично. То, что нам требовалось. То есть, мы таким образом создаем переход от главного экрана по типам категорий. Кстати говоря, имя можно убрать, для того, чтобы везде это имя менеджеры не находилось. И также имя. Выбираем лист. И который сейчас назван менеджеры. И идем так же подпись. И мы делаем главные страничка. Главные. Потом, когда мы заходим на третий уровень, то есть, выбираем расход, вот здесь вот появилось название. Пусть оно будет. Ну, наверное, только уберем из него имя категории. Нам оно не нужно. А вместо этого поставим тип категории. А здесь пусто. Затраты, офисные принадлежности на экране видно. И добавим кнопку для добавления новой информации. Для этого выбираем элемент форм-баттон, кнопка формы. И настраиваем ее значение. Это кнопка для новой записи. Действие. Показать форму. Отлично. Заходим в эту форму. И видим, что запись идет по умолчанию на какой-то лист. В данном случае на лист менеджеры. Нам же нужно записать на лист операции новую информацию. Итак, когда мы выбрали здесь лист операции, сразу появилось из листа операции несколько полей. Но, как вы сейчас поймете, многие из этих полей нам вообще не нужны. Поэтому для начала я пока все это просто удалю и создам новое поле. Давайте для удобства еще раз глянем на наш лист с операциями, чтобы понять, что нам нужно сделать. Итак, выбрать менеджера. Информация менеджера у нас уже есть, потому что мы находимся от имени менеджера. Дальше. Категория. Тоже есть. Дата. Проставится автоматически. Таким образом, пользователю нужно будет только описание и сумма. Притом, я бы не хотел, чтобы пользователь сам вносил эти знаки. Сумма минус или сумма плюс. Поэтому, наверное, сумму мы здесь будем вносить пока всю с положительным знаком. Для этого я в источнике всю сумму конвертирую в положительные. А потом я объясню, как сделать разные знаки. Итак, я конвертировал цифры в положительные. А знак мы пропишем на вкладке тип категории. Мы добавим колонку, которая так и называется знак. И пропишем затраты минус один, стоимость товаров минус один и доход один. То есть положительный или отрицательный знак. Теперь предоставим все расчеты приложению Glide. Но вернемся к нашей форме. Напомню, что мы находимся в форме. Давайте вернемся еще раз на главный экран. И, допустим, нам нужно внести в этот раз доход. Заходим в доход. Заходим в индивидуальный продажи один и добавить запись. И вот здесь нам нужно добавить все элементы, начиная с менеджера. И вот у нас есть здесь поля, которые соответствуют профилю юзера. Имя менеджера. Вот это нам и нужно. Имя менеджера заполняет колонку менеджер. Смотрим, все правильно. Далее нам нужно заполнить категорию. Для этого мы заходим на колонки экрана Screen Columns. Имя категории заполняет. Glide нам автоматически поставил колонку категории, потому что мы заполняем по порядку. Далее необходимо получить дату. Опять добавляем через знак плюс. В этот раз нам нужно специальное значение текущая дата. Есть. И все правильно выбралось на дату. Дальше. Описание и сумма вносятся вручную. Соответственно, нам нужно добавить какое-то значение для описания расхода. Пусть это будет заметка. Только эта заметка должна быть не для колонки менеджер, а для колонки описания. Кроме этого, нам нужно добавить колонку для цифры. Для этого у нас есть циферное значение. И это циферное значение получилось для колонки сумма. И сделаем это обязательно к заполнению. Добавим галочку. Обязательно. Required. Все остальные минимальное значение, максимальное значение пока упустим. Или давайте даже минимальное значение укажем 0. Так, чтобы пользователь не мог вносить отрицательные суммы. Отрицательные суммы будут появляться автоматически позже. И давайте, мы сейчас находимся под именем менеджера Василия. Давайте сразу же что-нибудь напишем. Значение отправлено. Идем в наш лист финансовые отчеты. И проверим в конце списка. Появилась новая запись Василия. Индивидуальные продажи. Не пугайтесь этой длинной записи. Это дата плюс время. То есть тут все получилось как нужно. Дальше. Имя записи и число. При этом проверка данных ушла. Она нам здесь, кстати говоря, уже не нужна. Я сказал, что нам не нужна проверка данных. Потому что все этой проверкой данных заведует теперь приложение. Приложение не даст пользователю ошибиться. Или внести неправильную запись. Вот тут вот на вкладке индивидуальной продажи. Мне не хватает еще информации о том, какие записи мы внесли. Только что я внес запись доход. И я бы хотел увидеть эту запись. Поэтому давайте добавим еще элемент, который также будет inline-list. Я хочу этот список настроить так, чтобы он показывал только в данном случае индивидуальные продажи 1. В вкладку данные мы находимся на вкладке категории. И добавим здесь операции, которые относятся к данной категории расхода. Так и назовем ее операцией. Выберем из выпадающего списка тип Relation. Как видите, здесь много разных вариантов колонок. Нам нужно в данном случае Relation. И забираем имя категории, где в операциях категория равна этому имени. И выбираем так, чтобы можно было выбрать несколько. Нажимаем на Done. И теперь, когда мы выберем на этой вкладке inline-list, у нас в значениях появится также inline-list операции. Но я не хочу, чтобы показывались в данном случае все операции. Я хочу, чтобы показывались только операции по менеджеру. Поэтому мы еще их отфильтруем, добавим фильтр. Где менеджер равен имя менеджера текущего пользователя. Есть. И, естественно, меняем. Название на операции. Итак, появились операции. Имя ему здесь не нужно. Ему нужна дата. Кстати говоря, посмотрите, в каком формате интересна дата. Мы, конечно же, это исправим. Ему нужно описание. И ему нужна сумма. И давайте, наверное, зайдем на вкладку с данными. И зайдем на лист операции. И поменяем дату на другой формат. Нажмем редактировать. Здесь поставим дата. Тип дата. И смотрим. В данном случае вот так вот. Первое марта. Ну, нам, наверное, нужно короткий формат. Вот такой вот. Более привычный глазу. Красивый формат. Нажимаем дан. Возвращаемся на вкладку с приложением. И видим, что здесь дата красиво исправилась. Зайдя внутрь, пользователь может увидеть сумму. Но в данном случае это у нас продажи доход. А как мы говорили, будет играть значение знак. Поэтому давайте зайдем на вкладку операции. И добавим еще несколько связей сюда. Вначале нам нужно с категориями связь. Поэтому пропишем связь с категорией. Отношения. Имя категории. Вкладки категории. Имя категории. Получилась категория. Из категории нам нужно забрать тип категории. Поэтому добавим еще одно. Назовем это тип категории. И добавим в данном случае не отношение, а значение lookup. На основании нашего отношения категории. Выберем тип категории. Есть. Теперь на основании этого типа категории мы сделаем еще одно отношение. Которое называется типы категории. Так назовем. Это будет новое отношение. В котором мы возьмем тип категории. И соотнесем это с типами категории. Тип категории. Отлично. И теперь мы можем получить знак. Знак это опять lookup. Забираем из типов категории. Значение. Колонки знак. Так мы получили знак для каждой операции. Теперь мы должны получить сумму со знаком. Поэтому назовем колонку сумма. И учтем знак. Для этого нам нужно математическое. Math. И умножаем знак на сумму. Вместо знак подставляем колонку знак. И вместо суммы подставляем колонку сумма. Дальше. Как отображать значение. Для нас это пока в данном случае не важно. Ну давайте сделаем так, чтобы не показывались знаки после запятой. Вот такая красивая сумма появилась. Теперь вернемся в наше приложение. И вот здесь исправим. Выбрав inline list. Исправим вот эту сумму. Подпись должна быть вот такая сумма. Как видите, убрался значок доллара. Но и с этим можно справиться. Возвращаемся на вкладку данные. Идем на лист операции. Ищем нашу математика, нашу сумму. И видим units. Прописываем сюда денежный знак. И пока сделаем так, что доллар стоял до числа. По правилам грамматики, знак доллара должен стоять до. Некоторые валюты ставятся после. Возвращаемся в приложение. И видим, что знак доллара вернулся. Отлично. Теперь пользователь видит свои записи. Давайте добавим еще одну запись сюда. Нажимаем отправить. И, как видите, новая операция появилась. Внутри списка. Такой же список можно добавить и по доходам в целом. Давайте проверим, работает ли наш знак и отправим какой-то расход. Давайте на ремонт. Добавим новую запись. Эта запись также добавилась, в данном случае без комментариев, потому что комментарии мы упустили. То есть, довольно быстро пользователь сможет добавлять новую информацию через это мобильное приложение. Но я хотел бы еще... Давайте выберем другого менеджера. Например, Ивана. Я хотел бы еще добавить некоторые красивые графики. Для этого, нажав здесь на знак «плюс», я выберу диаграммы. И посмотрю, какие можно сделать диаграммы. Выбираем лист операции. В опциях выбираем фильтр, где менеджер должен быть равен имени менеджера текущего пользователя, для того, чтобы отфильтровать. Выбираем удобный нам тип диаграммы и так далее. Итак, немного поигравшись с настройками диаграммы, я смог настроить вот такой график, на котором видны доходы и затраты данного менеджера. Давайте вернемся к нашему Василию. Видим, что и того затрат у него 1200. Ну и давайте внесем еще какую-нибудь затрату, чтобы у него их было побольше. Возвращаемся на наш график и видим, что график отлично сработал. И столбик с затратами довольно сильно увеличился. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...